Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы порассуждать на такую тему, как наслаждение. И я хотел бы передать привет и благодарность за эту тему Шатаги Перидзе из Сакрамента. Его видеоролик о том, что жизнь это марафон, и слова, сказанные о наслаждении, они как раз побудили меня о том, чтобы я тоже выставил видео рассуждения на эту тему. И давайте просто пока подумаем, что же такое слово наслаждение и что оно означает. Это слово означает блаженство, высшую степень удовольствия, позитивное душевное чувство. И в основе этого слова сладость, наслаждение, сладость. И это очень важно, чтобы в жизни у человека было такое состояние, которое называется наслаждение. Конечно же, не все люди и недолгое время испытывают это духовное состояние, да и, наверное, продолжительное время испытывать его невозможно. И давайте мы обратимся к народной, скажем так, человеческой мудрости. Я приведу три цитаты на эту тему от разных людей. Первый это будет Артур Шопенгауэр. И он сказал следующее. «Глупец гоняется за наслаждениями и находит разочарование. Мудрец же только избегает горя». Второй это Михаэл Лайтман. И он написал следующее. «Единство – это наивысшее, самое мощное наслаждение, которое только возможно ощутить». Третий – это Авидий. И он сказал следующее. «Есть некоторое наслаждение и в слезах». Вот мудрость человеческая. А теперь мы обратимся к мудрости Божьей. И на страницах Библии мы найдем у апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 13 главе знаменитая глава о любви. И Бог – это любовь. И Он говорит нам о том, что существует вера, надежда и любовь, но любовь из них большая. И рассуждая о наибольших ценностях, то, конечно же, я тоже соглашаюсь с тем, что любовь – это наибольшее наслаждение в жизни. И любовь не просто телесная, а любовь и духовная, и любовь к природе, животным, людям, к Богу, к самому себе. И не все люди имеют любовь, потому что любовь – это Божий дар. И этим даром надо тоже правильно пользоваться во благо, в развитии. И просить этот дар надо у Бога обязательно. Если у человека нету любви, даже к самому себе, он должен молитвенно просить этот дар у Бога, чтобы Бог наполнил его сердце, разум, его душу этой любовью совершенной. Не человеческой, а божественной. Наслаждение. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует.